Хозяйка данной квартиры находится в данный момент в больнице из-за того, что очень сильно нервничает в этой сложившейся ситуации. То есть за свои кровные средства прообрела двухкомнатную квартиру, которая свыше двух миллионов рублей. Но при этом она не может здесь жить по причине повышенного шума котельной, которая находится прямо над этой квартирой, и холодных стен. Две глобальные проблемы – шумно и холодно. Кажется, дом номер 3А на улице Октябрьской в Елге, не смешно, конечно, но правда, был для компании домострой тренировочным. Они словно учились возводить и экономить, иначе не скажешь. Изначально проект предполагал подключение многоэтажки к центральному отоплению, а потом, неожиданно, на крыше появилась котельная. Со слову директора домостроя, центральное отопление для них дороже, чем котельная крышная. Соответственно, для удешевления проекта и сокращения своих издержек без уведомления дольщиков было принято решение о строительстве крышной котельной. При этом коммуникации по центральному отоплению были уже в доме проложены. Установили оборудование с нарушением регламента, не обеспечив должную шумоизоляцию. В декабре 2013-го при заселении люди пожаловались директору «му устраните». Он обещал, все будет, даже письмо гарантийное есть. И начались жалобы. Сначала потоп на третьем этаже. Мы не могли здесь зайти вовремя вместе со всеми, потому что по стенам текла вода, прям как в общественной бане. Нам и пушкой сушили, и так, и по-всякому. Но в итоге приехали руководства домостроя, сказали, надо разобрать стену, посмотреть, что там. Когда сняли верхний ряд кирпичей, оказалось, что там внутри пола все, ничем не заполнено. Потом замерзают на втором, пятом, десятом. Стена, невозможно спать, ледяная стена. И мне главное передвинуть этот диван, даже не знаю, как мне делать. Там у меня все эти, все шнуры под той, даже не знаю, куда. Мне, короче, невозможно. Там шкаф-купе, он у меня не передвигающийся. И, в общем, так я сделала себе, что только в этом углу мне приходится спать. В домострой, видимо, решили откреститься от дома проблемного и предложили людям идти в суд, который, кстати, жильцы выиграли. В общей сложности было более 20 судебных заседаний. В том числе было два судебных заседания у Владимирова, апелляционная инстанция. Было проведено две судебных экспертизы, по результатам которой все-таки было признано, что недостатки в данном доме есть. Ну и, соответственно, домострой обязали устранить данные недостатки. И сделать это должны были срок до 7 января 2019-го. Случись чудо, репортаж бы не вышел в эфир. Выяснилось, что руководство в домострое тоже обратилось в суд с просьбой отсрочить решение. Вроде бы мы только до августа успеем, но это не точно. Стыдно ли господам хорошим, мы попытались узнать. На месте оказался только юрист фирмы. Обещал официальный комментарий «Будет», как только слова нужные найдутся. Люди ждут, и мы. А параллельно готовим материал с более интересными подробностями этой истории к эфиру еженедельной программы «В центре внимания». Дзена Мустаева, Артем Руденко, Наши новости.